Выбирали трапа. Удачи! Асмир! Покритер! Все, по-браду. Так, всем привет! Ветер, пойдет даже не только выбирали, а как готовились к выборам трапа. Это гораздо интереснее. Но поехали! Итак, начнем с того, на чем это все строится. Это на не таких источниках, но самый главный и самый классный источник это такая замечательная книга, которую я купил случайно-случайно в аэропорту Сингапура. В России видел, что она продавалась вообще. Которая написала вот этот замечательный молодой человек. Ее зовут Крис Перуайли. Он директор по исследованиям собственно Кенридж и Аналитика. Компания, в которой здесь идет речь. В предыдущих сериях, которые я писал на Каткет, это было про Псайопс и про первые операции СЦЛ, компании, которая собственно создала Кенридж и Аналитика. Кто читал, знаете о чем речь, что я не читал, коротко скажу. Первая часть была про Псайопс, то есть про то, как работает психологическая война и психологические операции. Они могут быть разные, они могут быть деструктивные, они могут быть наоборот позитивные. То есть мы можем использовать какие-то психологические информационные войны для того, чтобы влиять на, например, влиять на массы, например, дерадикализовать общество, например, в какой-нибудь Сирии уменьшать процент террористов, обрабатывать людей, что вот терроризм это плохо, что вот это все неправильно, либо наоборот, чтобы поднимать волну терроризма, промывать людям мозги уже деструктивными целями. Также мы можем использовать Псайопс для того, чтобы влиять на массы и выбрать правильного кандидата на каких-нибудь выборах, либо поддержать оппозицию, либо наоборот поддержать действующую власть. Также можно использовать Псайопс для того, чтобы влиять на какие-то сепаратистские настроения, устроить цветные революции, гражданские воины, или наоборот не давать людям радикализироваться, не разобщать их, а наоборот соединять. То есть как позитивная, так и негативная повестка, можно какого угодно. И вот была такая замечательная компания СЦЛ британская, которая была первоначально военным подрядчиком Великобритании, но она была частной компанией, которая проводила различные операции, более исследовательские и практические, по влиянию на различные массы и группы населения. Первоначально они собирались влиять на террористов, чтобы их вычислять, чтобы их обрабатывать, чтобы они пересправили террористами, благие цели и все дела. Но инструменты используются по-разному. И вот сейчас мы приходим к тому, что СЦЛ заинтересовали замечательные люди. Они предложили СЦЛ один из лучших контрактов в их жизни, который, собственно, и построил все то, о чем я буду говорить. Итак, главные действующие лица моего повеслования. Роберт Мерсер, миллиардер, республиканец, гиданит, филандроф, как угодно, может что угодно говорить. Но не Илон Маск, но довольно популярная личность у финансистов, потому что он глава одного из крупнейших хедж-фондов. Про нам он ничего не говорит, он не такой медийный, как Маск. Главное здесь то, что он республиканец, и у него много денег. Стив Бэннон, советник Дональда Трампа. Советником он стал, соответственно, когда Дональд Трамп победил выборы. Это все знают, это не спойлер. Он, опять же, ввел его превыборную компанию Трампа. Соответственно, Стив Бэннон знаком с Мерсером. Мерсер поддерживает республиканцев, поддерживает, соответственно, Стива Бэннона и поддерживал республиканскую партию. Ну и, соответственно, Александр Никс, директор СЦЛ и будущий директор Кенгриджа Налитика, когда ее организуют. То есть Мерсер дал, соответственно, дал денег, а именно 20 миллионов долларов, и получил 90% будущей создающейся компании Кенгридж Налитика. Он выинвестировал 20 миллионов долларов для того, чтобы проводить исследования на благо республиканской партии США. Стив Бэннон, который, собственно, и нашел будущих исполнителей, то есть компанию СЦЛ, которая, можно назвать Кенгридж Налитика, потому что это дочерняя компания, получил управление этой компанией, чтобы эта компания работала именно так, как нужна республиканской партии. Ну и СЦЛ получили оставшиеся 10% и огромные инвестиции в 20 миллионов долларов. Почему было важно заинвестировать именно деньги в какую-нибудь частную компанию, которая поможет им на выборах республиканской партии? В США очень жесткий закон о выборах, который говорит о том, кто сколько и на что можно тратить в ходе выборов. Все деньги должны быть подотчетные, их должно быть определенное количество, нельзя потратить больше, нельзя потратить какие-то другие статьи и так далее и тому подобное, все зарегулировано. Но официально мастер не вкладывался в выборы, он просто вложился в исследование частной компании, и все. Эти деньги идут как бы в серую зону. Кенгридж Налитика, созданная на эти деньги, забывала регистрироваться в США, чтобы тоже никого не было вопросов, а почему какая-то британская-зарубежная компания здесь что-то выюхивает. В то время как СЦЛ, материнская компания, была государственной в Великобритании. Нужна она была для оказания информационных услуг, а именно информационного воздействия на выборах 2016 года. Что они хотели? Ну вообще Никс, глава СЦЛ, им промыл мозги, что они суперкрутые чуваки, могут влиять на население как угодно. Вот пример в африканских странах, вот пример был еще, что к нам приходили кирптяне в свое время, мы очень крупные, мы можем все что угодно. И были такие тетисы, мы создадим настоящий палантир. Палантир вообще, название пошло из Лоселина колец, там это было в Сивидище Око, которое видело все. Но здесь отсылка к Палантир Технолоджис, это крупнейший разведподрядчик в США по сбору данных. Они хотели создать настоящий палантир, более эффективный, чем компания Палантир Технолоджис. Кстати, компания Палантир Технолоджис, которая занимается и занималась сбором данных, она вообще создана была из Пейпала, и это знакомый, как говорится, инвестор Рилана Маска. Там люди тоже слишком известные. Они хотели создать им в реальности, то есть чтобы смоделировать жизнь всего общества. То есть представьте, что вы можете в какой-нибудь условный секс загрузить жизни большинства населения страны. Потом, следив за этим, поставить на быструю перемотку, понимать, к чему люди стремятся, что люди хотят, что люди не хотят, и как их можно, условно говоря, влияя на это общество, изменять то, что будет в этом СИМСе происходить. То есть отматывать назад, поменять условия, поменять влияние, поменять повестку, посмотреть, как люди будут действовать в той или иной области. То есть полная виртуальная симуляция всего общества. И они готовы были на это потратить такие деньги. И они хотели создать Uber информационной войны. Почему Uber? Нет, не потому, что это все на индусах и очень дешево. Нет, оно не так. Uber в свое время уничтожил рынок такси в США. Полностью. То есть это было одно решение, которое поменяло абсолютно все правила игры. То есть после Uber предыдущих такси уже практически не осталось. Они просто одним махом уничтожили все рынки. И вот они хотели сделать то же самое. Они хотели создать компанию, которая от него махом, имеет весь рынок информационной войны и сразу займет нам доествующее положение. Как сделал Uber. Почему Cambridge? Cambridge Analytica. На самом деле это самая забавная история. СЦЛ, когда начинали промывать Стива Беннона возле, что они самые крутые, супер технологичные, супер исследователи, они, и когда спросили, на каких исследованиях все базируются, они такие, ну вот смотрите, у нас тут рядом Cambridge есть, у нас здесь крутые ученые. И когда Стив Беннон приехал первый раз, они арендовали фейковый офис в Кембридже, посадили туда довольно симпатичных девушек, довольно такой, вызывающей одежде, своих сотрудников быстренько притащили. Они там сели за компьютер, изображали какую-то активность, сказали, вот это наш передовой офис, здесь в Кембридже, вот совместно с Кембриджем. Потом, когда Стив Беннон приезжал второй, третий, четвертый раз, им приходилось опять же занимать тех же самых девушек, опять арендовать этот офис, потому что на самом деле никакой связи с Кембриджем, никакой связи с этим офисом у них не было. Самое забавное, что автор пишет книги реально «Потемкинская деревня», сделав, то есть, прям вот «Потемкин вилледж». То есть, в грузской классике делает отсылку, это довольно забавно. Канадец, который работал в Британии, пишет «Потемкинская деревня», когда я это встретил, это было довольно забавно. Но Стив Беннон все очень понравилось, очень понравилось, классный технологичный офис, в крутом месте, поэтому это слип, это повлияло. Итак, кто у нас был ответственный за всю эту операцию? Кто, собственно, занимался сбором и, самое главное, анализом данных? Ну, это, собственно, Кристофер Уайли, директор по исследованиям новосозданной кем-то речи аналитики, он же потом написал эту книгу, он же разоблачитель, тот, кто в итоге вскрыл всю эту схему, потому что это никак не делилось с его моральными принципами, то, что делал. И Александр Коган, доктор психологии, профессор нескольких университетов, там в том числе, кстати, и Кембриджа, но он появился гораздо позднее, чем были сняты офисы в Кембриджа. К слову, исправили разоблачитель, Коган до сих пор судится и говорит, что нет, никакого моего, я там не работал, это все фигня, то, что я из деловых переписок слитых компаний, это все тоже фигня, нет, неправда, ничего такого не было. То есть он до сих пор доказывает, что он не причастен, но все говорят, что он причастен, и в ходе там суда было доказано, что он причастен. Александр Коган, я про него писал во второй части, коротко напомню, он в выходе из бывшего СССР, из Молдавии, занимался именно психологией и информационными войнами, на эту тему все писал. У него есть связи с ПБГУ, с Санкт-Петербургским университетом, он ездил сюда, читал лекции, общался с следователями, когда занимались схожими проблемами, в 2013 году, и с ПБГУ тоже занимался анализом информации в социальных сетях, и до сих пор, в принципе, занимается. Есть еще предположение, что связь Когана с ПБГУ есть связь с фабрикой троллей в Ольгина, но, собственно, говорят журналисты, и вроде как информация прослеживается, но это может быть банальным совпадением, просто потому, что в эти годы многие занимались подобными исследованиями. То есть это может быть как и связь, так и просто совпадение по времени, потому что всем пришло это на ум. Ведь тот же Facebook оформлял патент, именно в это время, как определение характеристик личности пользователя на основе взаимодействия и характеристик системы социальных сетей. Переведу. Мы должны сказать, что это за человек, потому что он лайкает, что он сохраняет, кому он пишет, с кем общается, на что он подписан. В первую очередь. Для чем это нужно было Facebook? Ну блин, чем лучше он нас знает, тем лучше он нам может все продать. Рекламу, в первую очередь, какие-то товары, услуги, сервисы. Поэтому Facebook очень хотел как можно больше узнать о своих пользователях. И он разрешал и даже способствовал всем исследованиям в этом направлении. То есть какая-то группа ученых к ним приходила и писала какой-то софт для того, чтобы исследовать данные Facebook, а то они этому точно не противодействовали, иногда способствовали. Способствовали только при условии, что данные отдадут сам Facebook в том числе. Но были же какие-то ограничения в сборе данных, когда вы приходите к Facebook напрямую, и опять же, данные приходится отдавать Facebook, это не очень хорошо. SL и Cambridge Analytica поступили немножко иначе. Они заметили такой момент, что очень просто в Facebook собрать данные на очень много людей, просто потому, что если человек дает свое согласие на то, что он дает свои данные какому-то приложению, то данные приходят не только на него, но и на всех его друзей. То есть он отдает свои личные данные и данные всех своих друзей, которые в публичном доступе. То есть, например, у вас есть публичный аккаунт в соцсети, но зайти просто так и скачать туда все данные нельзя. Социальные сети кому-то противодействуют. Они даст вам просто сохранить данные миллионам пользователей. Но если ваш друг дал разрешение на сбор его данных, то уже все его друзья также, по сути, выделились своими публичными данными. Всеми постами, лайками, где они живут, что они написали вообще на своей страничке, что лайкают, что постят. Вот как данные открыты, но теперь они доступны. И вот это замечательное сообщение появилось уже после того, как был вскрыт факт сбором Cambridge Analytica после разоблачения. Что здесь самое главное? Здесь написано, что мы понимаем, что вы очень переживаете за свои данные. Было приложение, да и кто-то из твоих друзей залагинился. То есть не человек, которому пришлось сообщение, кто-то из ваших друзей туда зашел. Компания, которая называлась Cambridge Analytica, собирала данные, бла-бла-бла-бла-бла. И your public profile, page likes, Thursday and current city. То есть вот эти данные ушли 100%. Лайки, данные страницы. И, возможно, ваш друг разгласил еще свою новостную ленту, таймлайн, посты и сообщения. То есть если ваш друг отдал свои сообщения, то, к сожалению, ваши сообщения тоже ушли, потому что ваш диалог едет целиком ушел. Поэтому вот мы вас об этом уведомляем. Когда в Facebook прижали хвост, они пришли сделать вот так. Это же заслать всем, кто был под картосвязан. В среднем у пользователя Facebook по данным Cambridge Analytica было от 150 до 300 друзей. То есть получив 2 миллиона установок их приложений они получили 300 миллионов профилей. Ну, около 300, потому что есть пересекающиеся профили, общие друзья, вот это все. Ну, где-то так. 300 или больше, как пойдет. Но что дают эти данные? Они все, в принципе, публичные, если только переписку не отдавать, да? Вроде звучит как-то не очень страшно. И опять же, такой-то митый аргумент, это же не RL, это не в реальной жизни, это же, блин, просто социальная сеть. Вы что? Что это вообще дает? Все психологи происходит в одном, что все, что мы делаем за рамками реальной жизни в Facebook, в VK и так далее, это результат нашей реальной жизни и напрямую на него влияет. То есть, если вы посмотрели футбольный матч, который был для вас важен, вы об этом можете заботиться в социальной сети. И все, что у нас происходит в социальной сети, это реакция на нашу настоящую жизнь. А, соответственно, по этой реакции можно определить, что происходит в нашей настоящей жизни, то есть все, что нам важно. Поэтому это лучшее и качественное отражение нашей сети, потому что только социальная сеть знает вашу реакцию на все. Это такая естественная абсолютно среда, куда мы сами помещаем важные для нас данные. И был такой замечательный сетей 2015 года, который говорит, что проанализировав 10 лайков пользователя, система может лучше предсказать ваше поведение в каких-то случаях, чем вашей коллеге по работе, собрав 150 лайков, она может предсказать ваше поведение лучше, чем член вашей семьи, и собрав 300 лайков, она может предсказать ваше поведение лучше, чем ваш супруг или супруга. Там, парень, девушка. То есть, если просто социальная сеть собирает все ваши лайки, посты, она практически идеально представляет, что вы есть. Иногда даже лучше, чем вы сами, потому что вы можете не понимать, какие у вас привычки есть или нет, просто вы не отдаваете себе отчет, что вы что-то, то есть какие-то привычки, что вам что-то нравится. А она это замечает. При этом она никак не влияет на ваш сет, а только наблюдатель. Идеальный наблюдатель, без вмешательства. Итак, тестовый бюджет Cambridge Analytica. Ну, как за 10 тысяч долларов, которые первоначально выделили на сбор, получить 10 тысяч профилей? Ну, заплатить каждому умнику по вас. Это оказалось очень просто. Есть такая замечательная платформа, называется Amazon Turks, M2. Которая говорит, что хотите заработать в интернете, но у вас нет никаких специальных навыков, приходите к нам, вы можете покликать на кнопочки, поотвечать на вопросы и нажимать в капче, и вот вы будете получать какие-то минимальные действия и минимальные деньги. И они просто запостили это задание на Amazon Turks и сказали, вот у нас есть опрос в Фейсбуке психологический. Кто его пройдет, получит бакс. И 9 тысяч человек пришло. И за 1 бакс суммарно вы, с каждого человека, получили результаты психологического теста IP Pneum 120. По 120 вопросов, я чуть дальше вам покажу, вы его узнаете, это известный очень тест. Все лайки пользователя и всех его друзей, что позволяло провести параллели с результатами и сделать надежные выводы о том, что человеку нравится, что человек, какие у него привычки, о какой группе населения он находится, благополучные, благополучные и т.д. и т.п. ФИО, пол, возраст, местоположение, статусы, в ряде случаев, личные сообщения. Там была сложная ситуация, не у всех стояли правильные разрешения на личные сообщения. Кого-то они отдавались, у кого-то нет. Выгодная сделка за 1 доллар. Напомню, тот момент, доллар в 2014 год стоил где-то в районе 40 рублей. В дальнейшем, как я, представитель, использовал тест с вопросами о девиантном поведении. И потом меняли тест, чтобы еще и тест был более для них полезным. Чтобы выявить людей, склонных к насилию, экстремизму, им нужно было именно людей, уязвимых в первую очередь взять. Уязвимых для влияния. Итак, в июне 2014 года они запустили полноценный сбор. И вложили это в 100 тысяч долларов на МЦУРК, где уже там первоначальники 10 тысяч собрали. Узнали тест? Вот верно, неверно, вот это все. То есть какое-то утверждение, и вам нужно сказать, насколько оно вам соответствует. Это очень популярный тест. Считается это один из самых достоверных и один из самых показательных у психологов. После того, как они собрали на 100 тысяч долларов 100 тысяч профилей и всех друзей этих 100 тысяч людей, они начали прозлон. Они просто взяли и начали звонить в протестовые выборки людей. Звонил в том числе Александр Микс и даже Стив Бэннон звонил. Несмотря на то, что он очень лихий человек был, непростой и популярный и все такое, он решил проверить это своими собственными руками. Они просто выбирали рандомного человека из этих наборов данных и звонили им. То есть какая-то женщина, вот такой это Фьё, живет в Небраске. Вот мы видим ее фото, вот мы видим ее место работы, ее дом, видим адрес, видим его фотку дома с Google Map. В 2017 году голосовала за Мита Ромни. Для них это было важно, за кого они голосовали. Кого любит? Любит Кэти Перри, водит машину Audi. Довольно такая простая женщина. По тайству там по всему этому видно. Аналитика собрана. И она пользовала в том числе какие-то посты прямо во время звонков в Twitter и Facebook. Они, естественно, в онлайне это видели, как это подтягивается. Как доступ это неоднократный. Если человек отдавал доступ, то они видели потом в онлайне все изменения. Самое прикольное, что эта женщина не проходила тест в Facebook. Кто-то из ее друзей это сделал. Но данные, полученные ее друзей, именно с открытыми данными, в том числе полученные из переписи населения, из реестра владения оружия, из кучи других данных, которые были куплены легально или не очень легально, в том числе финансовые данные, которые были очень легально куплены, позволили собрать вот такой набор. То есть видели все ее заявки на ипотеку, доход, который она указывала в личных заявках. Есть у нее разрешение на оружие или нет. Были видны ее путешествия просто из данных программной лояльности, то есть в мире. Данные в ее здоровье от страховых компаний, как часто она болеет, какая вероятность, что у нее появится враг того или иного органа и т.д. и т.п. И тем самым Cambridge Analytica на каждого из этих людей создали полный виртуальный профиль. То есть ее жизнь в кремнии, в виртуальной компьютерной среде. А она даже понятия не имела, что о ней какие-то данные собирались. То есть все данные были получены без взаимодействия с ней. Но тем не менее она очень охотно подтвердила все эти гипотезы, ответила на вопросы по телефону. Попадание было 10 из 10. Позвонили так, ну, минимум 30 или 40 людям. Они бы через вечер сидели обзванивали, кто брал, кто не брал, кто хотел, кто не хотел. Но все, кто охотно отвечали на вопросы, на них были собраны полное досье и не было дофиксировано серьезных ошибок вообще никаких. Итак, к оплату 2014 года за два месяца работы Cambridge Analytica собрала данные 87 миллионов пользователей, в первую очередь граждан США. Список работников MTurk был истощен. Просто все, кто находился на этой платформе, проходили их тесты. И как бы все, ну, аудитория там не притекала и толку в этом не было. Поэтому привлекли иного потребчика для проведения опросов о Qualtics. Ну, это просто компания, которая занималась коммерческими опросами. И дальше работали через них, также собирали данные. И также заставляли кого-нибудь зайти в их приложение на Facebook, залогиниться там через Facebook, пройти опрос. В качестве какого-то признания их трудов в 2014 году кем-представителька начался трудничество. Сначала самим палантир, сливая данные им, зная прекрасно, что эти данные дальше будут в эти почки уходить в НБ и ЦРУ. Так как им важно было еще получить какое-то прикрытие со стороны силовиков на всякие пожарные случаи, просто чтобы у них была, условно говоря, какая-то такая крыша. Что вот, а мы не просто тут денежки зарабатываем, мы еще стране помогаем. НБ и ЦРУ на самом деле не имеют права забирать данные гражданам, особенно после скандалов. Но НБ и ЦРУ могут пользоваться данными, которые добровольно предоставлены коммерческими компаниями или частыми лицами. Более эффективный способ сбора данных уже потом, после 2014 года, в 2015 начали проявляться, это расширение. Все подумали, блин, а зачем нам заставлять людей логиниться в Фейсбуке через наше приложение, если мы можем просто залогиниться в Фейсбук за них. А давайте, короче, мы сделаем расширение для браузера, которое человек просто поставит. Вы же знаете, да, что расширение для браузера видит абсолютно все, что происходит в браузере? То есть, например, если вы поставите расширение калькулятора или поставите это расширение абсолютно любое, даже блокировщик рекламы, то в теории данные вашей входа в любую стальную сеть, на любой сайт, может уйти разработчику этого расширения. Он может на вас залогиниться в ВКонтакте, может там вас залогиниться в еще куда-нибудь. То есть расширение видит абсолютно все, и историю, и пароли, и все-все-все. Ну вот они начали делать калькуляторы, календари и всякое такое, то есть пытались максимально распространять свои расширения. И самое прикольное, что расширения не делали ничего по-настоящему предоносного. Они делали свою стандартную активность, отслеживали на какие страницы человек заходит, чтобы они поработали. И параллельно собирали данные, данные для входа в Facebook, а дальше автоматизированные скрипты, заходя в Facebook от имени человека, просто собирали все эти данные и все как-то. Все, кто поставил расширение, были равноценны тому, что они прошли опросы или зашли в Facebook и в их приложение. И тем самым они собрали еще больше данных. И к осенью 2014 года была создана уникальная система слежки и сбора данных. 108 миллионов граждан США. То есть со стороны социальной сети не было никакого противодействия, потому что со стороны Facebook это считалось обычным взаимодействием. То есть люди логинятся в приложение для прохождения опросов. Все окей, они сами представляют данные в приложении. Люди ставят расширение и расширение что-то за них делают в социальной сети. Абсолютно нормальное поведение. А команда психологов и аналитиков построила невероятно точную модель американского общества. То есть, имея данные на каждого фактически гражданина США, они могли рассмотреть корреляции поведений, определять, что людям важно, что людям не важно в массе. И стоят абсолютно любые предположения и тем самым запуская какие-либо новости проверять эти гипотезы. Как именно этим воспользовались Беннон ультрафравые республиканцы? Ну, об этом мы поговорим дальше, когда мы будем говорить про выборы. Уже не в рамках этой статьи. Но, как бы вы знаете с полю, да? Вот этот человек таки выиграл выборы с минимальным перевесом. И это не единственный столь успешный проект неоприченалитики. В принципе, да, по докладу все, но хотел бы остановиться еще вот на этом. На расширение. Теперь, когда вы будете ставить расширение, вы задумаетесь вообще на сколько ему доверяете. То есть, оно супер популярное, это тоже на самом деле не показатель. У нас были недавно случаи, когда в расширениях для VPN, для браузеров находились и, соответственно, конкретные вирусы и просто сливы данных и так далее и тому подобное. Как минимум, ваши данные будут продаваться коммерческим службам для рекламы. Как максимум, вот предходить что-то более страшное. То есть, всегда думайте о том, какие расширения вы ставите. Ну, в целом, все. Давайте как-то по очереди узнаем. Получается, что даже проверенные расширения, с любого там Google Store и так далее, вообще любые? Да, могут. Все расширения, которые делал Cambridge Analytica, проходили проверку банального браузера. Банальная проверка браузера заключается обычно в проверке наличия каких-либо вирусов или какой-то надекларированной деятельности на самом компьютере. Но и взаимодействие с вкладками, это считается нормой. И поэтому воровать данные из браузера, ну, невозможно запретить воровать данные из браузера. Был замечательный доклад от Касперского, который рассказывал, что они пытались сделать свое расширение Касперского, оно есть для браузера, чтобы бороться с другими расширениями и не давать себе делать какие-то действия. Но до конца у них никогда не получится это сделать. Тебе нужно быть на уровне выше. То есть, антивирус, ускорно на вашем компьютере, может это сделать. Нужно находиться чуть выше, чем браузер, иметь больше возможностей. Но сам браузер не может ничего противопоставить расширению, и другие расширения не могут ничего противопоставить расширению. Поэтому, к сожалению, спернить могут абсолютно любые расширения, и мы ничего с кем не поделаем на большом счете. Спасибо. Тогда чуть напомню вопрос. Получается, что и майнинговые провожения могут быть таким образом установлены? Могут, но майнинговые, в принципе, антивирусы начинают палить, потому что это не совсем стандартная активность. Майнинг нагружает, он заметный. А тут было абсолютно все прозрачно, потому что, блин, просто взаимодействие с палками. Какие-то данные будут загружать и передаются. Антон, два вопроса. Первый. Есть такая интересная вещь, что я не знаю, называется GDPR. Ага. Если мы будем говорить о том, что не американцев, а, допустим, граждан и евросоюзовцев, то насколько гармонична вообще вся история и поведение регуляторов? Если я правильно помню, GDPR запустился в 2017 году. В 2018 году, правильно. Спойлер на будущее. Как бы, в принципе, те, кто интересуется, тем и знают. Дальше в статьях пойдет разговор не только про данные американцев. Дальше кемериджиналитика очень успешно, крайне успешно повлияла на Brexit. Они работали непосредственно на организаторов Brexit. И именно за них Великобритания проголосовала за выход. И когда это вскрылось, а это вскрылось, в том числе случился GDPR. То есть начали хоть как-то пытаться хотя бы законодательной точки зрения это запретить. Потому что, по факту, для этого не было никаких запретов с точки зрения законов. Поэтому их нельзя было даже за это наказать. Спойлер на будущее. Кемериджиналитики поставили, писали штраф за Brexit. Они проиграли в суд Великобритании, который сказал, что они негодники, так делать нельзя. И они заплатят штрафом. Сколько это миллионов пунктов. Но, тем не менее, этот выбор уже нельзя было отменить. Еще второй вопрос был какой-то. Понял. Насколько вообще стоит беспокоиться, если у нас огромное количество пользователей пользуется такой простой функцией, как зайти через Google, Facebook, ВКонтакте. Приложения и эти компании, как очень крупные монополии, могут лоббировать свои интересы в продаже этих данных. Они непосредственно могут этим заниматься и в том числе заниматься. Ну и мы это не узнаем, потому что они лоббируют. Мы это не узнаем. Но дело в том, что здесь, вот сейчас при передаче данных куда-либо, все соцсети ввели ограничения. То есть, теперь когда заходишь, там пишется, что именно ты куда передаешь. То есть, ты заходишь через Google, Facebook, написано, что будет перед вашим публичным профилем или еще что-то. Стоит скорее задумываться о том, что именно вы пишете и сколько пишете. И если вы хотите как-то задумываться. Можно это вообще не задумываться и не заниматься приватностью в целом. Это как с вопросом о рекламе. Вам могут и продавать что-то, а могут и влиять. Поэтому, каждый как-то свою грань ставит. В любом случае, сейчас нельзя уже устроить такой же безнаказанный массовый сбор, как с Кэмерш-Аналитикой случилось в 2014 году. Но, тем не менее, это со мной все продолжается. Там находятся входные пути и т.д. и т.п. То есть, запущенная история вот эта, она действительно извинила рынок информационного оружия. Откуда в Америке столько людей, которые готовы за доллар проходить какой-то тест? Много. 300 миллионов человек, в принципе. В целом, во-вторых, любой человек... Ты можешь... Вот подумай, если был в своем окружении человек, который промбовал бы пройти такой тест. Хотя бы один. Наверное, они просто очень ленивые. Было бы я на этот момент доллара бревать свои... Да. Ну, фишка в том, что МТюрк в США довольно популярен. У Яндекса сейчас есть какой-то такой же сервис. Да. Да. И, соответственно... Так что этот тест продвигался еще через рекламу, по-моему. Ну, по-моему, там просто еще была тема, что, блин, клевый тест, пройди там другу какие-нибудь иногда и т.п. То есть, так же тоже. То есть, на самом деле, там были разные приложения, это было одно из самых популярных. Ну, да. Маленький комментарий. Есть разная мотивация. Финансовая мотивация прохождения тестов не является ключевой. Ну, да. Во-первых, вам дают некоторое подобие, возможно, интересная информация о вас. Ну, да. Тест же давал результаты. То есть, ну, да. Действительно. То есть, проходил просто 12-16 серия. Вот. Студенты, по-моему, в паках просто проходили, чтобы, по сравнению, как этот тест у них это работает, например. Т.е. Такое соцсвежение вообще? Ну, это соцсвежение совсем. Вот. Следующий вопрос. 2 млн. пользователей, 300 млн. данных, 300 млн. данных об акава, а связанных с ним акава. Так? Да, верно. А если получается, что? Не может оказаться, что количество не 300, допустим, а будет всегда меньше, потому что они же могут быть между собой? Может. Но в среднем было от 150 до 300 человек в друзьях у каждого. Это понятно. Ну, то есть, если у каждого по 300… То есть, если бы связаны? Связаны. Ну, если бы у каждого по 300, например, друзей, то, не считая связи, это получается у нас 600. А, включая связи, ну, около 300. У них по личной статистике получалось вот примерно 150%. Так. Есть вопрос. А известно вообще, как хранились эти данные? То есть, у нас собирались данные об одном человеке, где-то они хранились и, ну, обновлялись периодически? Или у нас строилась какая-то модель, и она именно обновлялась? Просто, если данные о каждом человеке сохранять, то это жутко много ресурсов может занять. Нет. Они сохраняли данные во всех. Ужас. Просто потому, что нужно было строить разные модели, разные гипотезы проверять. Им нужно было сырые эти данные держать в любом случае. Это гигантские были объемы, но у них были, наверное, деньги. 20 миллионов – это только у нас по старт-кендридж аналитики. Но до этого у них уже была компания по обработке данных, которая представила группу. И они уже привыкли работать, ну, с меньшими объемами. Ну, как ты решали этот вопрос? Так, еще вопросы. Вот, дай, как по очереди вот так, что ли? Ну, хорошо. Вот они собрали эти данные. И, в итоге, какой был вот этот выхлоп для заказчика? Сколько это казалось полезным? Сколько я просто попил вовла? Сейчас, там не было попил вовла, абсолютно. Фишка в том, что, на самом деле, за 20 долларов купить подобный проект – это копейки. Фишка в том, что дальше, на основе этих данных, нам об этом будут поговорить в следующих уже сериях, но так тоже забегаем вперед. Организовывались информационные кампании. Рассылка рекламных роликов, фейк-ньюс, контекстная реклама. То есть, кому показать ролик о том, что Пэрис Хилл… Ох, голубой лицом. Хиллари Клин. Хиллари Клин. Хотя Пэрис Клин. Потому что, там, знаете, что чихает, кашляет, вроде как она умирает. Там были даже нарезки роликов, у тебя там… И кому это, короче, надо показать? То есть, какие люди в это условно поверят? Какие люди это перешли своим друзьям? Кому мы должны показать ролики о том, что Трамп спасит всего США? Кому мы должны показать ролики, что российская угроза, она уже здесь, на подходе, и только Трамп может помочь? Кому мы показываем, что Клинтон рассылает свои данные по обычной почте? Кому нужно показать про русских хакеров? Кому не нужно показать про русских хакеров? Кто постит про наши рассылки дальше, кто не постит? То есть, это все использовалось для фейк-ньюс и выполнения информационной кампании. То есть, фактически, на основе всех этих данных была создана одна из самых эффективных информационных кампаний, которая примерно переломила… Ну, хочу сказать… Примерно 10% голосов были выиграны, что на Брэкзите, что на выборах президента. Потому что Дональд Трамп, вот в этот момент, пока СССР еще не занимался этим проектом, когда Клинтон не был создан, был диким аллайдером. Давай дальше. Ты уже спрашивал, там дальше спрашиваем, поэтому попозже. Давай. Попрос. Расскажите, что можно отказаться в попытках распределяться на Слежке и просто жить и просто… Да, вполне. А если этого не делать, ищите принять такую позицию, то, что я не хочу, чтобы он осветили и мои решения, если влияли на СССР. Что надо делать? Ну, для себя построить граниту. То есть, чем я делюсь, чем я не делюсь. Что я хочу, что я не хочу. Какие аккаунты у меня открытые и какие аккаунты я держу там закрытые. Закрытый Инстаграм, например. То есть, например, собирать данных с закрытого Инстаграма – это очень… И закрытого Инстаграма – это максимально сложно, просто потому что нужно каким-то образом попасть в профиль того, кто у вас подписан. А сейчас уже просто зайти в профиль, наверное, почти невозможно. Уже контролируется это все, можно только открытые данные расшарить. То есть, карта для себя устраивает какую-то грань, чем он делится, чем он не делится, и, в принципе, его устраивает. Можно ходить в радикализм и сказать, что, блин, они про меня вообще ничего знали. Тогда нужно, короче, скататься в использовании банковских карт, сотового телефона, уехать в Сибирь и жить там в одиночестве. Ну, как бы, это тоже… Также можно раскатывать абсолютно все по сискарту для своего действия. Выкладывать свои скринные переписки и т.д. и т.п. Это как бы радикализм. Тимофей, ты просто хотел спросить? Не-не-не, я за него. Я за него к нему. Окей. Давай, Артем, еще давай ты. Да. Во-первых, маленький комментарий на счет того, что касается хранения там, по объему этой стабилии. Потому что то, что сейчас мы собираем у меня камер в турнике, и так далее. Предсказание есть и пользуются. В остальное там гарантировано на все данные движения. Это гораздо сложные, гораздо большие объемы, и все это крутится в монете. То есть вот для того, чтобы там собирается каждое движение в вашей южной стабилии. Да, да, да. Тоже в этом комментарии, что... Иногда был скандал, и на самом деле бред был Бургер Кинг, что Бургер Кинг записывает ваше движение, ваш и ваш экран. И на самом деле это был бред, просто потому, что Бургер Кинг записывал это ровно только в своем приложении, просто смотрев, какие товары вы думаете заказать. И все. Но народ на это раздул Мохабрика, какой пипец, Бургер Кинг записывает мой экран. Никто даже не разобрался, что он записывает только экран, как это он в приложении. То есть в приложении. Он не записывает ваше рабочее слово, не записывает ваше глиферу. Но это делается, да, Артем. Если у тебя когда-то получится рассказать про цифровой след, вы сможете работать в цифровой след от человека, а именно кто, кто современными возможностями превратился в идеи, которые были заложены изначально в съемных студиях? Ну да. И это много из того, что сейчас используется, например, в оперативно-разумственной деятельности. Ну да. То есть сейчас это превратилось в более ограниченный сбор данных и в анализ цифрового следа человека в сети, да? Так, давай еще вопрос. Сейчас заканчиваешь? Нет. Это будет в следующих статьях по поводу того, что данные собрали, а воздействие на публику идет же через распределители контента Google, YouTube, Facebook. Ну, они потратили деньги на съемки роликов, а дальше, используя уже известные распределители контента, например, в контексте рекламы Google, Facebook, YouTube, просто покупали расплаты. То есть они заказывали рекламу Google и просто? Да, конечно. Они просто у Google и Facebook заказывали рекламу и показывали свою рекламу. Как будто, не знаю, на скид продают от попытаний, например. То есть, технически Google может привлечь к тому же самому. А что привлечь? Ну, они не знали, но... Google обязан проверять свою рекламу на легальность. Здесь не было ничего плохого, какие-то политические и неполитические ролики. И что? Там Майкайд не рекламируем, наркотики не продаем, карточки не продаем. Так, что у нас есть? Прошу прощения. Да, все. Сколько, соответственно, сейчас будет на рынке стоить необработанных данных условного, Удельного пользователя? И сколько стоит обработанных? Не знаю. Знаю только то, что данные конкретного пользователя купить. Нет, имеется удельного. А, то есть, на массе? Да, да, да. Не знаю. Не шарю, так как такие данные закупаются финансовыми организациями, и это, скорее, нужно тем, кто занимается легальным коммерческим бором данных и кредитной организацией. Это все. Да, если платить, я тебе расскажу. Ну, вот Артема можно спросить, реально. Забейте. Его тема. А можно ли сказать, что ты переграл всех, если ты в соцсетях показал изначально ненастоящие данные? Нет. Потому что в других источниках, которые соберутся по всем данным, будет видно, что... Абсолютно везде. Абсолютно везде. Абсолютно везде. Но ты в свои банковские карты тоже ненастоящие данные привязал? Нет, банковские карты. Нет банковских карты. Номер телефона тоже левые данные? Нет. Ну, то есть, там найдется. И уже проверят через другие данные. То есть, там проходит валидация. Возможно, на каких-то полях у тебя будут выигрывать данные. Какие-то, да? Впрочем, это меня переграют. Но, в любом случае, они сберутся. Сберутся. Да. Сберутся. Сберутся. То есть, вот все. Такой, скорее, философский вопрос. Насколько вот это вот все приближает нас к джуткой, дилдопе, социальным кредитом и прочим таким ужасным штукам, которым нас пикают телевизором? Ну, вообще, социальный рейтинг, ну, в какой-то степени уже есть у вас в организации. То есть, в любом случае, когда мы приходим брать кредит, нас оценивают очень хорошо. Вот. И это уже, оно уже есть. Ну, и очень дискуссионный вопрос, насколько это ужасно. На самом-то деле. То есть, если эти данные собираются, обрабатываются так, что нельзя конкретно посмотреть, что Вася Купкин, какой человек, это одно. Просто есть какое-то мнение, да, цифровое. Другое дело, если кто-то может сикданами торговать. Это очень дискуссионно. Это облегчает жизнь нам, но оно же как-то нарушает нашу приватность. В счет того, что кредитные организации могут прогнозировать, вернете вы кредит или нет, на основе этих данных, они вам дают гораздо меньше процентов и меньше, тупо, денег за это плавите. То есть, если вы будете суперневидимы с кредитной истории, вам будет кредит, не кредит, потом меняет 12%. Вот если вы с историей, вам будет идти по 8. Вот. Да, Артем, кто-то про это точно хочет сказать. Да нет, я, конечно, не понимаю последние действия. Ну да. А если у вас автомобиль номер 5 регионов, то хуй вам не страховок. Да. Я тут не знаю, что это второй Кузбасс. Лучше 42. Как называется он? Ну да. С твоей точки зрения, какова вероятность этого Кузбасса, то прямо сейчас, в задуманнике Кузбасса, он найдет эти данные в слове «АНВ». Довольно высокая. Они, как частная компания, имеют полное право передавать добровольно данные «АНВ». Вопросы, хотят ли они это делать. То есть, дело в том, что какая-то история случилась, опять же спойлер. Цукербергер вызвали на ковер в Сенат в США. И он там сидел и потел. В прямом смысле этого слова. На ведросе видно, что он сидит, короче, его трясет. Потому что, во-первых, при всем желании, американская проекция очень хорошо может влиять на любую коммерческую компанию. И заметьте, теперь, сейчас, когда Фейсбук поймали на такой связи, что они условно помогали американцам, когда они сами этого не хотели, теперь они играют и полностью пляшут под нутку другой партии демократической, банят Трампа, банят всех сторонников Трампа. За допоминание Трампа, который тоже банк на Фейсбуке. То есть, просто, короче, используя этот рычаг, как перетащили по другую партию. По другую партию. И, как бы, влияние стопроцентное. Кому-то они точно свои данные, скорее всего, продают. Вообще, в принципе, свои данные продают легально абсолютно многим компаниям, рекламодателям это ДНП. То есть, это не считается ничего плохого. То есть, они могут также нам показывать рекламу. То есть, мы замечали, вам показывается реклама с тем, что вы обсуждали неподалеку от своего телефона. Это ДНП, это вот такая вот эта. Хорошо, плохо, это все равно. То есть, получается, сейчас такая ситуация, сегрегация. Есть вот хорошие компании, которые можно обрабатывать данные, и продают? Нет. На самом деле, нет. На самом деле, эта сегрегация происходит исключительно политическая. Кому отдают, потому что менеджерная компания не связана с кем-то, кому не отдают, потому что менеджерная компания связана с другими. В принципе, все по бизнесу или политическим интересам. Абсолютно. С кем мы дружим, с кем не дружим. А так работают в любом бизнесе. Кем-то в конках, кто-то в конках, кто-то не в конках. И партнериться можно по-разному. Вот и все. Бомберская компания. В принципе, вопросов больше нет. Все.